Медь это податливый металл с очень высокой тепловой и электрической проходимостью. Она незаменима в строительстве и электротехнике. Нагревательные приборы и вентиляция, платы телефонов и компьютеров, детали и составные части автомобилей, трубы для транспортировки жидкости и газов и еще масса других привычных человеку вещей содержит в себе медь. Тот же автомобиль в среднем содержит полтора километра медных проводов, а общая масса медных деталей в ней может достигать 45 килограмм. Но прежде медь предстоит добыть и переработать. Казминералс представляет. Медь. Подземная добыча. Медесодержащие минералы находятся во всей земной коре. Внешние 10 километров земной коры содержат 33 грамма меди на каждую тонну породы, а местами ее еще больше. По разным подсчетам от 10 до 30 процентов медной руды в мире добываются подземным способом. Четыре рудника Казминералс ведут добычу руды именно таким образом. Рудник – горно-промышленное предприятие, в основном по подземной добыче руд, горно-химического сырья и стройматериалов. Рудник может объединять несколько смежных шахт. С античных времен и вплоть до начала прошлого века все операции человек проводил вручную с помощью лома и молота и собственных сил. Сегодня в этом деле горникам помогают автоматизированные машины. Процесс добычи руды в шахте начинается с проходки горных выработок. Это образование полостей в земной коре. Проходка включает отбойку породы и руды, крепление выработок, транспортировку ее на поверхность, организацию освещения, вентиляции и водоотлива. Бурение шпуров – важный этап. По времени и трудоемкости он занимает до 40% общей продолжительности проходческого цикла. В шахтах с большим сечением и крепкой породой эту работу выполняют с помощью бурильных установок. В шахтах с маломощными рудными телами применяется ручное оборудование – перфораторы. На рудниках КАЗ Минералс применяются оба метода. В пробуренные шпуры взрывник закладывает взрывчатку. Отойдя на безопасное расстояние и убедившись, что в опасной зоне никого нет, взрывник палит за бой. После взрыва около получаса проводится вентиляция забоя. На смену взрывникам в забой приходят машинисты погрузочно-доставочных работ. Их задача – уборка и зачистка горной массы в забое. После зачистки к работе приступают крепильщики. Они укрепляют кровлю над головами тех, кто продолжит здесь работу. В шахтах КАЗ Минералс применяется анкерное и арочное крепление, а также комбинированная крепь. Самосвалы везут руду на рудоспуске, оттуда либо по конвейеру, либо через скреперный полог она попадает в вагонетки. Далее руда следует на главные рудоспуски, а после скипами по стволу шахты выдается на поверхность в специальные бункеры. Либо на гора руду вывозят автосамосвалы. На этом завершается процесс добычи руды. Впереди ее обогащение на фабрике. На отработанном участке производят бетонную закладку, чтобы в земле не оставалось полостей, грозящих обрушением. А добыча руды продолжается на других участках.